Ну мы продолжаем экспертные беседы и переходим уже к следующей теме, на это сегодня тема Голландии, Амстердам. У нас в гостях Оксана Шевчук, директор агентства Горячих путевок «Восьмое небо». Привет! Привет! Я знаю, что эта тема была выбрана, то что ты сама недавно отдыхала, ездила в Амстердам, в Голландию и хочешь с нами поделиться впечатлениями, фотографиями. И первый такой вопрос, почему вот выбрала именно Амстердам, именно Голландию, почему именно туда путешествие? Очень хотелось. Я не знаю, как это правильно передать, какими словами Амстердам манит всех, я думаю. Кого-то больше, кого-то меньше. Очень хотелось посмотреть архитектуру и очень хотелось либо проверить эти мифы, которые про него ходят, либо все-таки узнать, что это правда. Ну, поехали, проверили. И как? Ну, то, что, наверное, всех больше всего волнует, это вопрос наркотиков. Да. Самый волнительный вопрос. Да, действительно, купить можно, но не нужно. А почему можно? Насколько это доступно? Сколько стоит? Какие-то там горшичные печенья, тортики? Да, есть магазинчики, в которые ты заходишь, туда может зайти абсолютно любой человек. Не совсем правда о том, что говорят, что должен быть человек с голландским паспортом. Нет, для туриста в Амстердаме это абсолютно открыто. Можно купить печенье, можно купить конфетку, можно купить тортик, пироженка, все, что хочешь совершенно с марихуаной. Но я не пробовала, ну вот честно. Но говорят другие туристы, что ничем от обычной печеньки особо не отличается. Ну, это, наверное, какой-то психологический эффект, что ты в Амстердаме, тебе становится замечательно. Но, в принципе, Амстердам это не только, допустим, это еще и улица красных фонарей, раз мы начали с такой самой фикантной темы. Я не хочу сказать, я должна сказать, что не смешно становится, ну, как бы вообще принято, что если человек употребил что-то такого рода, то ему будет очень весело. Амстердам сам по себе настолько легкий город, ну и как страна, возможно, люди, у которых есть какой-то процесс проблем на данный момент, либо испытывают там груз каких-то других тяжб серьезных, они приезжают, пробуют эту печеньку, и им кажется, что проблемы уходят. Но на самом деле они уходят не потому, что они печеньку попробовали, а просто потому, что они приехали в Амстердам. Там такая аура, там такие люди, там такой образ жизни у всех, нет ни проблем, ни забот, люди спокойно живут, наслаждаются жизнью, они свободны, у них нет рамок, и они ни к чему не привязаны. Вот и все. Ну, перейдем тогда, потому что Амстердам это не только город марихуаны, улица Красный Фонарей, это еще очень красивый город с кучей красивых архитектурных памяток, музеев, всего-всего, загородным парком. Да, вот я вижу фотографии, я на секунду отвлекусь и прокомментирую, это вид из наших апартаментов, вот соседний дом, он совсем рядышком, там можно на расстоянии вытянутой руки, наверное, поздороваться с человеком, если он выглянет с того окошка. Улички очень коротенькие, очень узенькие, и они как бы просматривают, ну вот как бы да, видно абсолютно. Прямо под нами был кофешоп, самый знаменитый в Амстердаме, нам так случайно повезло, абсолютно, туда можно было спуститься, и там были расценки разные, на разные абсолютно виды товаров и марок, производителей, как оказалось. А по чему? Сколько стоит там как-то гашечная печенька? Печенька 2 евро стоит, печенька, да, да, только они покупаются пачечками, там пачка печенек, можно купить что-то другое совершенно, там есть даже, по-моему, какие-то коктейли были, соки, напитки, то есть на любой вкус, все, что хочется, абсолютно. Вот фотография велосипеда, да, Амстердам, город велосипедов, я это читала, слышала, знала, но когда я увидела то нереальное количество велосипедов, которые припаркованы везде, у них есть парковки для велосипедов, и на этих парковках количество велосипедов зашкаливает, ну, мне кажется, там их около 500, невозможно сосчитать, они разные, и они все абсолютно простые, и причем велосипеды, что самое интересное, у них, вот мы заходили в магазин, минимальная стоимость велосипеда 700 евро, дешевле я не видела. Хотя по внешнему виду он очень обычный, похож на наш советский старый велосипед. Украина. Да, совершенно, я как бы себе там представляла, что должны быть какие-то переключения передач за эти деньги, или что-то, нет, ничего нет, педали, руль и два колеса. Очень прорезные велосипеды. Да, и вот видно на фотографии, что сзади на велосипеде ящик, да, вот это действительно очень много таких велосипедов, таким образом они перевозят продукты, нет каких-то там специальных приспособлений, они не покупают ничего, которое стоит каких-то денег, увидел ящик, привязал его, и спокойно человек себе ездит. Еще, я очень надеюсь, что там дальше есть фотография, да, крючки, вот, 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 на этой тоже стоит задержаться. Что это такое, вот как ты думаешь, Жан? Ну, мне кажется, это какое-то велотакси, что-то в таком плане, это какая-то, а вот это уже побольше, может быть, 3-4 человека залезть. Ну, в принципе, да, но это не такси, это личный велосипед какого-то жителя Амстердама, вот в этой вот, в этом приспособлении он возит детей в школу и в садик. И утром, да, утром, когда ты идешь, очень много таких передвижений едет мужчина, очень, причем всегда прилично одетый, и там сидят очень симпатичные дети с рюкзаками по 2 человека, он таким образом везет в школу. И ему, как бы, это, мне кажется, ящик сколоченный руками, я не верю, что это можно где-то приобрести из подручных материалов. Не, ну почему, очень даже креативненько. Просто, люди не приобрели, да, абсолютно, да. Поэтому я же говорю, не обязательно там что-то употреблять. Вы просто вот на все это, когда посмотрите, то понимаешь, что жизнь не заключается в том, в чем мы думаем, она у нас зациклена. Ну, каталась ли ты на велосипедах, брали ли в аренду, было, не возникло желание прокатиться? Ну, мне очень стыдно, но я не умею кататься на велосипеде. Да, хочу, подсела куда-то к ребенку. Ну, вот муж не пустил. Но можно было бы попробовать, но я не умею. Что эти крючки, что они? Они на всех домах есть абсолютно. Дома очень узенькие, очень маленькие. Квартира, особенно в центре города. И поднять, например, там технику или мебель по ступенькам просто нереально. А это для холодильника крючок? Да, поэтому вот что-то тяжелое на верхние этажи поднимается вот таким образом. Этот крючок, на него перевешивается лебедка, и просто там человек тянет, и поднимается холодильник. Ну, или что-то другое. Что иначе просто нереально. А не видно, как это происходит? Нет, не видела, все укомплектовано давным-давно. Если, может быть, меняется где-то мебель. А если пианино вообще, наверное? Мне кажется, они не знают, что это такое. Если бы мы им показали пианино, вот тут бы у них возникла проблема. И что же с этим делать? Что с этим делать? Есть еще фотографии. Где это? Это на одном из каналов. Кстати, справа это уже будет улица Красных Фонарей. Вот как раз мы так стояли. Этот канал, на котором находится та самая улица прекрасная. Вот так, это обычный жилой дом. Люди там живут. Наверное, при желании можно было бы выйти, спуститься в лодочку. Прокопиться. Да. Ну, это абсолютно можно сделать, потому что эти окна, они вот на уровне с водой. Я не знаю, что они делают, когда там вода поднимается. Поднимается. Ну, вот просто совершенно. Можно выйти в любое время, там, покормить рыбок, если тебе очень хочется. Рыбки есть, чайки есть очень много, лебеди плавают. Их очень много в каналах. Ну, а что вот больше всего впечатлило в Амстердаме? Вот у меня, ну, первое, что меня впечатлило, это, конечно, вот эта свобода. Это нет абсолютно никаких рамок. И это не вседозволенность, там, вот, что они могут позволить себе все, что угодно. Нет. Люди себя, на самом деле, очень ограничивают, но они этим живут просто. Они не переживают о том, что, там, то делать нельзя, или это делать нельзя, вот это делать можно, у нас это разрешено. Но они живут в совершенно какой-то абсолютно другой прострации. У них есть возможность сделать все, и не стоит вообще, как бы, переживать о том, что может быть ограничение. Первое, что меня впечатлило, я в аэропорту встретила мужчину сразу же, когда мы выходили с рейса. Сидел мужчина, он, я спросила у него, он, как бы, вот, просто путешествует, мне просто стало очень сильно интересно. Он ехал с огромной собакой, больших масштабов собака, очень большая. Док какой-то, наверное. Да, да, ну, я не знаю породу этой собаки, но она была очень большая, но у него сидел в специальной клетке. Он спокойно ждал свой рейс, он не летел там домой или еще куда-то, он путешествовал с собакой. Его абсолютно не останавливало, мне кажется, ему даже в голову никогда не возникла мысль о том, что там собаку нужно на кого-то оставить. Ему захотелось завести собаку, он ее завел, и он вообще не видит никакого абсолютно препятствия о том, чтобы ее завести. Что там у него будут ограничения в путешествиях или поездках. Нет, он взял собаку, спокойно себе улетел куда-куда ему надо. Ну, и второе, думаю, да, да, да. Да, второе, второе, это когда мы вечером в этот же день пошли гулять, очень сильно впечатлило то, что, ну, вот, как бы, видно, да, вот, это витрина магазина. Но точно так же у них расположены обычные окна людей. Квартиры очень маленькие в центре, мне кажется, там, максимум метров 20 квадратных, больше квартир нет. Вот у него, например, вот это окно точно такое же, это у человека гостиная, она же и спальня, и рядом там маленькая кухонька. Студия таких, Марк. Студия маленькая, да, правильно же. Нет ни, там, жалюзи, ни ставен, ни каких-то штор. Абсолютно. Ты идешь вечером, у него горит свет, человек в спокойном абсолютно режиме, читает книжку, либо там смотрит что-то у себя в ноутбуке. Он ничем таким, почему он должен скрываться? Что он делает? Он пришел с работы, он просто смотрит ноутбук. У нас же вот надо зашториться. Зашториться, закрыть двери, 10 замков, шторы, жалюзи, еще и темные шторы нужно заточить. Забор, очень большой нужен забор, чтобы, не дай бог, никто не посадил, чем ты там занимаешься. То, чем ты занимаешься, никому не должно быть, ну вот, нет у людей, они ничего ужасного не делают, они все то делают, то, что делают остальные другие люди. И зачем это все прятать, если в этом нет абсолютно никакой особенности в их поступках. А это? Это уже немножечко за Амстердамом, хотя как бы черты какой-то там, что город заканчивается, нет абсолютно. Это частный сектор, здесь, наверное, уже живут те, кто хотят большие метражи, либо семьи. Есть у них там новые постройки, но они очень сильно, вот, это тоже, это рядышком, это уже новые дома. Как спальцники, да, наверное? Да, 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 что-то где-то, наверное, так, здесь, наверное, чуть-чуть больше квартиры. Опять же, мы смотрели в эти окна, нам было любопытно, от нас их никто не скрывал совершенно. Все равно, квартиры небольшие, квартиры маленькие, очень простенькие. А это наши апартаменты. Да, вот оно такое, вот диван. Диван, кухня. И кухня сразу же, видно, справа лестница, там небольшая спальня, но спальня эта громко сказанная, там пространство два на три и просто стоит кровать. Вот ступеньки, посмотри, вот ступеньки, это по которым мы поднимались с первого на пятый этаж. Наши апартаменты были на пятом этаже, нереально поднять там даже кресло какое-то. И они все такие узенькие, совершенно. Я не представляю, как там, ну, наверное, да, вот оно вот такое, ну, что ты поднимешь? А чемодан, ну, даже чемодан обычно? Ну, чемодан я затащила, наверное, но было очень тяжело. И если бы я знала, то я бы, наверное, просто не брала с собой чемодан. Если вот сколько, допустим, стоит проживание в таких вот апартаментах, как заранее их надо бронировать? Мы бронировали очень заранее, я подхожу к этим вопросам всегда заранее. Я покупаю там за 4 месяца, за 5 месяцев, за 6 месяцев, бывает и позже, если есть очень хорошие тарифы. Эти апартаменты мы были 5 ночей, но такой нюанс, мы были на католическое Рождество. Вот, прямо на Рождество, поэтому цены были немножко выше. Эти апартаменты на 5 ночей обошлись там, вот, боюсь соврать, но, по-моему, что-то около 400 евро. То есть это на двои? Это на двои. Ну, это неважно, мы могли бы приехать и в Питерон, просто мы бы там не влезли, там максимум двое человек, может быть, и кто-то внизу на этом диванчике. Ну, в принципе, очень доступно. А как вот вообще, если туристы собираются отдыхать в Амстердам, хотят посетить этот город, включить свой маршрут, как заранее нужно что-то там бронировать, планировать какие-то экскурсии, что туристы должны обязательно сделать, посетить? В зависимости от того, какой период года, если это какие-то праздничные даты, если это созревать тюльпаны в это время, то нужно подходить к этому вопросу, ну, хотя бы месяца за три до поездки. Даже учитывая тот вопрос, что мы, слава богу, вошли в безвиз, и визу не нужно оформлять, есть очень много нюансов по проживанию, и всегда хочется выбрать по приемлемой цене хорошее жилье, заказать себе ту экскурсию, которую надо, и собрать группу. Группы большие не собираются по всей Европе, это всегда очень маленькие группки, максимум 8 человек на экскурсии, поэтому они комплектуются очень быстро. Ну и плюс проживание в эти даты всегда очень популярно, и оно очень быстро раскупается. Вот экономическое проживание, я про это говорю, как бы какие-то дорогие апартаменты в Хилтоне всегда можно купить, в любое время совершенно, но мы же этого не хотим. А по поводу авиаперелета, то я советую к этому вопросу подходить минимум за полгода. А почему так? Почему за полгода? Потому что за полгода есть самые экономичные тарифы, есть возможность купить по цене проезда ЖД в ближайшую Польшу что-то. И когда вы планируете себе отпуск хотя бы за полгода до предполагаемой даты, намного легче сделать это немножко поэтапно. Сначала, например, выкупить авиа, потом определиться с проживанием, определиться с экскурсионной программой. И у тебя, во-первых, ну я так люблю, мне кажется, вот должны так люди любить. Когда ты, у тебя долгий процесс подготовки к путешествию, то как-то и жизнь приятнее, красками, ты знаешь, что ты готовишься. А не там, ты просто подошла, подумала сегодня, раз купила, быстро чемодан собрала и уехала. Чем больше вы в душу в это кладываете, тем больше он потом отдается назад. Могу вот сказать, я быстренько зашла сейчас на сайт авиакомпании, и минимальная стоимость, которой билеты уже проданы в один конец, это было 4107 гривен, в обратной 5,490. Ну как бы дорого. Как бы дорого. Это я выбрала на ближайшие даты, это на июль, причем лоукост тариф уже продан, только ручная кладь, эконом, гибкий эконом и бизнес остались. А лоукост можно было бы приобрести за 1200 гривен в одну сторону, просто заранее? Да. И впервые, вот мы говорим об Астердаме, можно сказать, с девушкой, потому что парни отзываются по-другому об улице красных фонарей, в общем-то другие эмоции, другие впечатления. Вот мне очень интересно твое мнение вообще, как там, что там происходит именно с женской стороны. Ну, во-первых, я себе это по-другому представляла. Я реально представляла, что это улица, на ней какие-то красные фонари, стоят девушке, предлагают свои услуги. Вот как банально бы это ни было, но я себе это так представляла. Оказалось, это обычная жилая улица с каналом, справа-слева обычные дома. Барки какие-то? Нет, это просто дома. А, жилые дома. Да, это просто раньше были жилые дома, скорее всего, немножечко просто переделали внешне, это несколько этажей витрины, выглядят окна как витрины. И в этой витрине просто горит яркий-яркий красный цвет, и там сидит девушка. Она маленькая совершенно комнатка, там буквально два на два, у нее там какое-то кресло, там столик. Она точно так же может сидеть там за компьютером, либо что-то читать, либо она просто стоит в красивой позе, зазывает прохожих. Ну, девушки, что меня очень сильно впечатлило, я ни одной не увидела некрасивой. Вот реально красивая барышня, на некоторых прям заглядывалась. С очень красивыми фигурами, с очень... и лица красивые, ну, все замечательно, белье на всех красивое. И, ну, я проходила с таким... Это было эстетично, но... Это очень эстетично, это очень... хотя бы просто посмотреть, это многое уже дает. Ну, мужчины проходили, некоторые мимо, я видела, там стучится он ей в окошечко, она там выходит, что-то говорит, ну... Ну, я нахожу, и они пропадают. И все. Да, они просто пропадают, не знаю, что дальше будет. Ну, в принципе, вот... а если на улицу с красных вот этих фонарей пойти с ребенком-подростком, или вообще пускают ли туда детей? Я думаю, что ничего страшного в этом не будет, абсолютно, да. Можно ходить спокойно, люди ходят, просто рассматривают, ну, да, просто это действительно эстетично, как ты обратила внимание. Барышни красивые, они ничего такого не делают совершенно, они просто стоят, просто улыбаются, там... Максимум пальчиком поманят, ну, там, у мальчишки молодого, может быть, гормоны взыграют, что-то себе представят, но ничего особенного он не увидит совершенно. На этой же улице красных фонарей, знаменитые музеи, музеи секса, музеи эротики, да, то есть можно тут же зайти, есть там музей с шоу, туда до 18 лет не пускают. Не пускают, это факт, и причем там еще и билеты очень сложно купить, там всегда занято, нужно приходить, через две недели ты туда попадешь. И стоят, вот единственное, что отталкивает, что по улице ходят предприимчивые, я не знаю, наверное, они не амстердамцы, откуда они, они темнокожие все в основном, которые предлагают какие-то более серьезные наркотики, если там кто их покупает, мне кажется, нет, но висит очень много объявлений и очень много предупреждений, и есть практически везде бегущая строка о том, что мы как бы свободная страна, но вы поймите, что кокаин и героин у нас запрещены, поэтому то, что вы покупаете, это не законно и не факт вообще, что это она. Ну, в любом случае, зайти туда обязательно стоит, посмотреть стоит, пофотографироваться стоит. Фотографироваться нельзя на улице Красноярной. Нельзя? Нельзя, нельзя, категорически. Сразу же, откуда как из-под земли вылезет какой-то полицейский, скажет... Даже селфи нельзя сделать. Нельзя, скажет нельзя, нельзя. Ну, как-то очень аккуратненько, если тебя там спрячут, и ты сделаешь тоненькое селфи, и никто не заметит, может быть, тебе повезет. Ну, вот прям так достать камеру и фотографироваться, нет, нельзя. Насколько все серьезно? Что в курсе? Персональные данные. Да, на 5 минут так осталось до конца эфира. Что вкусненького, что нужно обязательно скушать, что-то, может быть, выпить, какое-то уникальное блюдо, что-то купить, какой-то сувенир привезти? Относительно того, что скушать, так как Амстердам, ну, Голландия морская страна, это, естественно, морепродукты. Любые спагетти с морепродуктами, просто морепродукты, салаты с морепродуктами, это не совсем дорого. И дорогой город Амстердам? Если кушать в центре, то будет дорого. Если отойти вот немножечко туда, где обычные жилые кварталы, то, причем порции, опять же, очень огромные, мы брали одну на двоих, потому что там по-другому нельзя. Спагетти с морепродуктами, морепродукты очень свежие и вкусные, я больше вот так и не попробовала нигде таких же морепродуктов, 10 евро. Это одна порция, мы ее спокойно делили на двоих, плюс там супчик в среднем 3,5-4,5, в зависимости от того тоже, какой суп. То есть, ну, как бы, нет, недорого абсолютно. Относительно выпить, кстати, это уж такой большой, чем нюанс, алкоголь в Амстердаме-то не купить вообще практически. Есть там магазин где-то на Атшибе, который занимается лицензированной, есть у него лицензия, они занимаются продажей алкоголя, но если вы захотите, вдруг подумаете, что вот сегодня бы выпить бутылочку вина. Ну, бокал вина вы в кафе выпьете, или там бокал виски, не вопрос абсолютно, но бутылку вам никто не продаст, и просто в магазине вы ее тоже не купите. В супермаркете такого нет. Нет, только слабоалкогольные напитки, там до пива, вот что-то в этом роде, это не вопрос, ящиками покупай сколько хочешь. Более крепкие напитки нет, абсолютно не купить, нужно купить печеньку с марихуаной, а бутылку вина или бутылку виски не купить. Ну, что вот если, подводя итог, отправляться в Амстердам, я так понимаю, что все-таки атмосфера как-то меняет, что-то изменилось, возможно, после поездки, какое-то восприятие. Я очень рада, что это была одна из моих первых стран вот такого путешествия в Дальнюю Европу, там, не Франция, а именно Амстердам. Поменяла кардинально, поменяла вот эти маленькие площадя, эти высокие, огромные люди живущие, они все очень высокие, барышни у всех там метр восемьдесят минимум, мужчины точно так же очень высокие. И это их свобода отношения к жизни, не свобода в поступках, а вот в самом просто восприятии в отношении. Да, реально, я стала по-другому воспринимать еще многие вещи. Ну, круто. Еще раз поедешь в Амстердам? С радостью. Только теперь с детьми. С детьми? Да, тогда мы поехали сами. А в какое время года? Ну, вот мы были в декабре, нам говорили в этом замерзнете, будет дождь, будет холодно. Нам очень повезло, было хорошо, но так как я уже была зимой, то, наверное, осенью. Вот весной как-то, мне кажется, очень большой наплыв у них людей из-за тюльпанов. А осенью, я думаю, там будет просто прекрасно. Друзья, если вы также захотели отправиться в Амстердам, захотели пожить в каких-то уникальных апартаментах, забронировать по хорошим ценам, по лучшим ценам, по-моему, я перелет в гостиницу, возможно, пакетный тур, обращайтесь к Оксане Шевчук, она с радостью вам поможет, поможет, расскажет, покажет, насколько классно получится красный фонарь, что можно туда даже с детьми, подростками идти. Все нюансы, не только по Амстердаме, думаю, вообще по всему миру. Обращайтесь к ней, она с радостью ответит на все ваши вопросы. Спасибо, что поделились с этим личным архивом, фотографиями и ждем еще в нашей студии. Спасибо огромное, мы обязательно придем.